Доброго времени суток! Давайте посмотрим на Зеленского. Что за человек, что он несет в своей стране в конечном итоге, и что ждет его самого в не столь отдаленном будущем. Итак. Зе. Не буду называть, а то... Ютуб тоже к этому не очень положительно относится. Когда хаяли нашего президента, то можно было. А теперь фамилии тоже не очень-то назовешь. Итак. Зе. Ну, можно у него о нем сказать, что он совершенно счастлив. Он в жизни получил то, что он хотел. Все. Деньги. Успех. Мировая известность. Жена. Дети. Дома за границей. И самое главное, самое сладкое – это власть. Так. Ну и что же это за человек? Ну, это человек довольно-таки агрессивный. С большим... С большой долей женских черт в характере. Ну, это, наверное, свойственно клоунам, артистам. Человек, который постоянно вокруг себя старается все максимально обострить. Насчет того, что думает – нет. Обычно вот у него эмоции, его чувства, его желания преобладают над всеми его решениями. Это он довольно-таки жестокий человек. Резкий. Несмотря на то, что он вам будет в лицо улыбаться. Клоун. Ну, надеваем маску и играем. Выходим на арену и устраиваем представление. Вот его работа. Ну, он получил всемирную известность, когда постоянно о нем все говорят. Когда все о нем думают, кто ненавидит, кто обожает. Что он принесет своей стране. Своей властью, жесткой властью где-то, да, то есть, может быть, он где-то и не только он принимает решение, где-то за него принимает решение, но все равно эта власть несет довольно-таки жесткие черты правления. Он заставит свою страну защищаться. То, что сейчас, в общем-то, и происходит. В стране будет много разрушений, много потерь. Хотя эта карта вроде как вот дублесть называется, но если мы посмотрим, то там вон лужи, грязь, зелени практически никакой. То есть, в общем-то, ничего не остается в стране. И это сплошное еще и напряжение. И возврат в прошлое. А если мы посмотрим с вами, что было с Украиной в прошлом, где она находилась, Украина, в прошлом, то многое мы можем понять. Озвучивать не буду. Я думаю, все понимают. Давайте попробуем заглянуть. Боевые действия. Непонятное правление. При этом довольно-таки успешное развитие. Но за этим, за всем идет жесткий удар и обман. Вот что Украина в результате получит. Ну и давайте посмотрим, чем это все в конечном итоге для самого закончится. Потери всего. Это, может быть, не так страшно пройдет, как с одной стороны, потому что карта Солнца. Но тут идут материальные проблемы. То есть, он будет, начнет терять все. Придется много работать. Но это все будет настолько глупо и необдуманно. Конечно, у него есть какие-то ресурсы. Ему будут помогать еще какое-то время. Но насколько он успеет воспользоваться этими ресурсами, это большой вопрос. Возможностей, конечно, у него будет очень много. В будущем. Но все равно его будет очень тяжелый гнет. И опять же, потери. Потери, потери. Все, что он получит, он все, все потеряет. Для многих людей это самое страшное в жизни. Когда ты имел все, ты купался в лучах славы, успеха, денег. А тут ты теряешь все. Абсолютно все. Для него успех окажется очень дорогим. Вот это вот его успех, стабильность привели к тому, что полностью и внутренний раздор, и внешний он и друзей потерял, и, скорее всего, и близких теряет. И это вот постоянное напряжение, 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 напряжение. И к чему это напряжение в результате приведет в конечном итоге. королевы пентаклей. Деньги. Это все окажется иллюзиями. Смотрите, как интересно. Выходит положительные-положительные карты, потом, хоп, выходит карта, которая это все нейтрализует. То есть человек будет терять все. Он может в какой-то степени где-то возвращать. Потом опять. О чем-то мечтать. Но это тоже. То есть даже для близких своих все, что он создаст, окажется иллюзией. То есть эта семья потеряет все. Ну вот такой расклад про клоуна. Про 95-й квартал. А там поживем, увидим. Представление продолжается. Как говорят, цирк уехал, а клоуны остались. Посмотрим второй акт. Этого представления. Ну а всем нам желаю, чтобы этот балаган наконец закончился для всех. Наступило мирное время. Берегите себя, берегите своих близких. Если вдруг мой канал заблокирует, то есть второй канал ведающих династии. Наоборот, два слова. Что вы можете меня там найти. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. До новых встреч.